как печь огонь батарея может напоить и накормить сегодня вам это покажу здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале авто и болит зовут меня николай и сегодня покажу вам как накормить и напоит печкой кроме всего прочего есть вопросы от подписчиков что когда я выгребаю из печки пепел или вообще когда загружаю в нее что-то пепел вылетает из печки и путешествует по гаражу или по боксу или по дому или там где у вас она стоит сразу скажу что ее вставить в центре но это глупо нежелательно простите меня что говорю глупо но это нежелательно это же не русская печь которая будет отдавать свое тепло за счет там глины кирпича или чего-то еще это совершенно другая печь ее нужно ставить в угол чтобы она никому не мешала и она уверяю вас весь воздух помещения так как она является конвекционной сделает теплым через 30-40 минут и все что вам было нужно ну а теперь давайте посмотрим вы наверно заметили что у меня изо рта идет дым пар пар идет изо рта дает и нос красный почему потому что я только зашел вот сейчас гараж еще ничего не растапливал он кот мой сидит и ждет когда я растоплю до серый а демонстрирую вам печь вот так я ухожу домой вот так она у меня остается в ждущем режиме когда прихожу снимаю вот этот крокодильчик но это так для гарантийности чтобы она вдруг в процессе не ушла не ушел вот этот шибер вниз и не открыл доступ дымохода вот такой штукой я блокирую далее прямо вот так вот складирую нарезанные доски вот так вот это дуб у меня вот так он здесь стоит вот на таком расстоянии никаких проблем с этим нет далее вот здесь еще складирую тоже тоже его и вот здесь у меня есть вот такая вот щепа и также вот она у меня здесь мешке и и я собираю когда когда вот тут сложенные и вот тут у меня тоже сложенные с весны до это с осени сложенные дрова здесь я их колю рублю режу и так далее потом заношу их сюда вот здесь складываю и в момент колки или нарезки да с дуба слетает вот такая вот кора вот такая вот кора слетает с него и и я складирую в мешок и ею растапливаю вот сейчас как раз так все хочу показать вам как я как у меня стоит этот клапан тонкой регулировки вот так я оставляю на ночь не больше не меньше не середина не середина чуть-чуть вот так вот в стороночку от середины дальше вот мы открываем все у нас тут есть так если возьму фонарь и попробую вам показать с фонарем вот так у меня выглядит топка теперь по поводу того сразу же как прихожу сразу же беру небольшой кусочек туалетной бумаги или ветоши какой-нибудь и обязательно смачиваю стекло смачиваю стекло вот этой штукой она стоит там 50 рублей мне пишут что нужно залой оттирать там или еще чем-то ну давайте попробуем сейчас половину залой а половину вот этой штукой чистая плюнем вот зола в принципе можно и залой специально вот так вот поставлю фонарь и мы сейчас будем вытаскивать оттуда залу но сразу скажу вам эта плита так сделано что выход дыма у нее на не находится вот здесь вот над трубой да если вы заметили вот труба да не на трубой там выход дыма то есть давайте так отверстие для дымохода находится не там находится она вот здесь то есть по всей плите давайте вам покажу по всей плите по всей плите там есть увидите видите здесь стоит лист железа он не до конца вот так вот по этому листу же листу железа оттуда оттуда да и вот оттуда движется дым вместе с пеплом и вот здесь он уходит наверх поэтому неизбежно когда вы будете выгребать п золу зола золе некуда деваться она будет двигаться на вас и будет выходить вот сюда вот верхнее отверстие подвигаться потом по всей длине вот этого места и уходить в дымоход но сейчас я вам покажу как это сделать менее пепло образующие все говорят нужно говорить техническим языком давайте вам буду говорить техническим языком если так если так этого хочется у меня есть вот такая вот плоская речка такая вот тонкая плоская речка что я с ней делаю сейчас попробую вам это все показать и так вот этой палочкой с двух сторон слева и справа я сгоняю пепел вниз сама топка сделана внутри как некая воронка что ли она неровная под углом сделаны края у нее и если вы пепел который не сгорел двигаете вот так вот слева направо над колосниками то пепел проваливается вот сюда в поддувало как видите нигде не грамма никакого тепла никуда не летит и большие крупные угольки они просто отодвигаются в сторону от от колосников от отверстий колосников делается вот так чтобы они еще раз упали ну вот не выключая камеру показываю вам как почистилась внутри плита все если есть какая-то пыль она внутри видите там кружится а вот здесь никакой пыли нет показываю вам специально вот так вот вниз вверх направив луч почти нет нету ее если честно и и не все она там все теперь загружаем и запаливаем это я сейчас тоже покажу как да и вытаскиваем подзывала сразу как можно заметить вот видите весь весь пепел здесь внутри там все чисто крупные угли остались но они в стороне и они в отверстие поддувало в отверстие колосника не падают теперь на самый низ на колосники мы положим какую-либо ну вот так вот бумаги некоторые чтобы туда ничего не упало хотя это можно не делать вот такой пол уложили бумагой чтобы в общем не знаю почему я это делаю вот так далее кладем вот эту щепу дубовую сколько угодно можно ее туда положить можно в перемешку с лакановыми пакетами ну или есть что-то такое у вас неорганическая чтобы знаете как в детстве берешь пластмассу поджигаешь она капает капает и горит вот этот пакет и очень хорошо горят поэтому их можно положить сверху чтобы когда они начнут растворяться они горели и поджигали собою щепу еще у меня есть заранее сложенные очень сухие дрова ну просто очень сухие вот так они у меня здесь лежат темно видно не видно вот так вот они лежат они они просто как порох вот еще один мешок щепы такой точно как как-то я беру вот эти вот сухие дрова они у меня работают как поджигатель использую их очень рационально это я взял у соседей соседи мне отдали они сухие на протяжении наверно лет лет пяти сушились под навесом поэтому вот ими я выкладываю вот так вот сюда прямо сверху вот так прям сверху а сверху могу уже положить сверху на них уже могу положить вот эту вот дубятину это дуб который у меня с этого года его мне привезли он стоит у нас 500 рублей с паркетного завода вот можно прям загрузить сразу полную топку сейчас я попробую это сделать чем мне еще нравится огонь батарея в нее входят особенно в одиннадцатую довольно длинные вот такие вот палочки кажется на первый взгляд огромная на слоне войдет но вот посмотрите чик она и там ну вот и все сейчас можно было бы конечно если вы растапливаете только бумагой можно бумагой особенно картоном лучше всего но я обычно растапливаю подливаю немножко растворителя но давайте в вашем случае в этом случае я все-таки попробую растопить картон и картоном если не получится растворителем прыснем делаем вот такой вот такую вот трубочку и вставляем прямо вот сюда трубочка очень хорошо очень хорошо горит она сгорает медленно и имеет форму трубы поэтому подсос идет воздуха и она горит последовательно и загорается вся остальная топка как горим горим не горим загораем не знаю попробуем сделать фокус у меня всегда получается на когда снимаю на камеру обычно нет не получается ну попробуем одной спичкой прикрываем не закрываем до конца сейчас посмотрим поддувала на всю давайте закрываем посмотрим что получится хотя она может потухнуть потому что все-таки воздуха меньше тяги будет меньше нет откроем одна спичка не получилось попробуем второй немного бумаги положил одной не получилось не холодно давайте растворителем попробуем растворителем сейчас работает сразу вот так заработала разгорелась она минута три наверно четыре прошло я немного приоткрыл дверцу давайте откроем ее вот открываем дверцу видите не дыма ничего нет хотя дымоход холодный только-только взялась она только взялась еще дыма нет дыма нет он холодный хотя он должен быть обычно он бывает этот дым ну вот сегодня как раз ради вас его нет ну в принципе даже открывать не надо открывается дверца на два сантиметра если только он не загорелся то есть дали дыхание воздуха дать в топку до чтобы он разгорелся чтобы пошла тяга с двух сторон из поддувала и отсюда и прогреть дымоход надо вот для чего нужно нужно открытие этой дверцы а так дымоход у меня устроен вот как все его видели уже пятьсот восемьдесят восемь раз я отсоединяю здесь и отцы тут у меня вообще ничего не подсоединенное я просто вытаскиваю этот г-образ на эту штуку и чищу вон той приспособной все есть в роликах у меня все есть у меня ролика ну давайте закрывать дыма нет ничего нет закроем пусть она разгорается дымоход разогревается и мы сегодня пожарим сосисок до для мальчика пожарим сосисок до мальчик мальчику моему пожарим сосисок и в процессе я еще подложу немного дров посмотрим как как она будет ли она дымить расстрапливается напоить она может кипятком а вот накормить покажу сегодня вам толстый